Агитблог по живому Внезапно в народе просыпаться начал интерес к философии. Это к чему бы? Я помню по своему университетскому образованию философский факультет, третий этаж, всегда считался местом каким-то запретным, потому что там какие-то странные зачумленные люди ходили с немытыми головами, разговаривавшие о Кьеркигорах и Фейербахах, из которых ничего путного нельзя было добыть. В общем, полусумасшедшие. В быту абсолютно непригодные, ни для чего. Чего вдруг философия сегодня? Есть такая книга «Петр Сумин. Гегель как судьба России». Интересная книга с портретом Гегеля и поля бескрайние российские, где он рассказывает, что во всех государствах европейских, крупных и развитых, основа идеологии составляет религия. Единственным государством, Советский Союз, это единственное государство, в котором основу составляла философия, причем идеалистическая, можно сказать, поскольку, несмотря на то, что Гегель был идеалист, тем не менее, во всей, так сказать, практике коммунистической, во всей теории, ну, требовалось истолковать, конечно, материалистически Гегеля, но Гегель был всегда тот, с которым связаны были все наши крупнейшие достижения и завоевания. И от этого никто не отрекался. И это как бы все время было на слуху. Другое дело, что единственный государственный деятель за все годы существования человечества, Владимир Ильич Ленин, который изучил науку логики Гегеля. И поэтому он писал, что нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не простудировав всей логики Гегеля. И поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Ну, мы можем добавить там еще век или полтора. Ну, с марксистами понятно. А зачем нам все эти Гегели, марксисты, философия вообще? Затем, что людям надо или двигаться в религию, а это уже, как говорится, тяжело для людей, которые понимают, в какое время живут, когда летают спутники, когда есть интернет. Ой, ли тяжело. Давно ли вы видели трансляцию Крестного хода? Тяжело. Какого-нибудь, телемолебно массового в Москве. Все равно это меньшинство. У нас тоже ходят. У нас же верующий губернатор. У нас переименовали набережную Висперо в Воскресенскую набережную, поскольку там церковь была. Так что это говорит о чем? Это говорит о чем? Что есть два мировоззрения. Или религиозное, которое на все отвечает. Так Бог повелевал или повелел. Так вот считает Бог. Так надо и так далее. Или это вот марксизм. А марксизм без философии гегелевской не марксизм. А почему непременно марксизм, а не какой-нибудь там позитивизм? Потому что он единственная тоже всеобъемлющая, так сказать, философия. Всеобъемлющая, я имею в виду. Философов очень много. Но всеобъемлющих систем всего три. Первая – это аристотелевская система. Это система формально-логическая. Вторая – это идеолектическая система Гегеля. Он подытожил, так сказать, все за все годы существования, всю философию. И для нас сэкономил время. Вот вы скажете, что может это долго, трудно изучать. Ну так это легче, чем всю философию, всю историю философии изучать. И там где-нибудь заблудишься, и надо первой, третьей остановишься. Дело в том, что такую работу Гегель проделал. И у него понятие критики философской такое, что это надо не отвергать, а включить в более высокую систему. И вот он такую высокую систему создал. А потом Фейербах и дальше Маркс и Энгельс ее истолковали материалистически. Оставили с ног на голову. Ну, с ног на голову они сами перешли, я бы сказал. Потому что они были младо-гегельянцами-идеалистами. А после работы Фейербаха сущность христианства стали материалистами. И все-таки я правильно понимаю, чтобы закончить с этим первым вопросом? Потому что для тех людей, которые с философией в быту не сталкиваются, вот в повседневности, все-таки ваше объяснение вряд ли покажется исчерпывающим. Просто потому что либо религия, либо философия от третьего не дано. Ну, а картошку не помогает же это дело чистить, и детей кормить не помогает. Помогает. Наши люди чистят картошку и в это время решают всякие философские вопросы. Я правильно понимаю, что человеку все-таки для жизни необходима некая система координат. Обязательно. Логическая. Обязательно. Для того, чтобы опираться. Либо такая, либо такая. Осознавать, для чего он живет. И что с ним будет происходить дальше. И что он должен делать. И на эти вопросы должны давать ответ либо святые отцы, либо ученые, которые могут быть по совместительству философов. И тут что произошло? С одной стороны, победа вроде антикоммунизма. А коммунизма нет в России. Поэтому анти обрушилась. Ну, как вы можете быть антикоммунистом? У вас, так сказать, нет той основы, на которой он базировался. Он пропал. Антикоммунизм. Вы замечаете, что нет антикоммунизма? Не замечаю. А я замечаю. Не вижу противоположное. Абсолютно ничего нам никто не мешает. Утюг включаешь, а тебе рассказывают о том, что все беды от того... А мы рассказываем про коммунизм, что хотим, и никто нам не мешает. Это пока. Почему пока? Все время. Вы слишком громко рассказываешь, оказываешься... Не знаю. Я все время рассказываю. Ни разу не видел никакого сопротивления серьезного. Ни разу. Ну, что-то там ворчат. Может, что-то безобидное, безопасное рассказывать. Поэтому вас не трогают? Может быть, и поэтому. А все большевики делали безобидное. Серов ловили, потому что у них был индивидуальный террор. А эти изучали капитал, там что-то читали. А потом раз и взяли власть. Поэтому такая же история повторяется. Повторяется? Повторяется. Мы поймем тогда, в чем заключается вот этот сложный маршрут от библиотеки до Эрмитажа. И как его идти? Он заключается в том, что, так сказать, уже у Гегеля не просто теоретическая идея, идея познания, так сказать, как устроен мир. А у него единство теоретической и практической идеи. А практическая идея – это идея преобразования мира. И вместе они дают абсолютную идею. Вот для тех, кто говорит, что ему тяжело, скажем, изучать наукулогики, я советую поступать как с детективом. Взять последнюю, третью книгу «Учение о понятии», последние страницы, где написана абсолютная идея. И там все понятно. И понятно, что вот эта вот практическая идея, отвечающая на вопрос «что делать?», идея преобразования мира – это вот квинтэссенция диалектики. И на этот вопрос «что делать?» – это вечный вопрос российский. Все хотят найти ответ. И прежде всего вот философия. А Гегель в этом помогает? И читать его нужно с конца, потому что это проще, чем сначала. Читать нужно и с начала, и с конца, и посередине, потому что, как всякое, так сказать, трудное и тяжелое дело, оно требует, ну, как бы освоения. А освоение – это значит, надо раз прочитать, два прочитать, три, потом вернуться, потом обсуждать с коллегами, потом еще, потом почитать тех людей, которые его понимали, потому что полезно прочитать. Если вы, скажем, прочтете наукулогики, это непонятно, а так и будет со всеми. Я не знаю, мне было очень непонятно. Мне непонятно, я на 50-й странице бросил и до сих пор не возвращался. Ну, поскольку я мотмех кончал, я привык к тому, что непонятно. Месяц нам непонятно, мы обсуждаем, обсуждаем, изучаем, изучаем. Наконец понятно, через месяц. Потому что просто что-то со здоровьем. Нет, это не со здоровьем, это нормальная совершенно практика. Ну, возьмите вот сейчас по физике, по теоретической, там же невозможно ничего понять. А химию возьмите, тоже ничего не понять. Вообще большая наука, там сразу все непонятно. Бойтесь понятных книг. Я знаете, чего боюсь? Вот наш разговор, и это привычное для меня ощущение, поскольку мы все-таки большой акцент в программе делаем на теорию, приглашаем людей, способных что-нибудь новое о теории сказать, ибо согласны полностью с высказыванием, что без теории нам смерть. Но тем не менее, каждый раз, когда этот разговор начинается, вот возникает такое ощущение вязкости. Ты входишь как будто бы в болото и тяжело. И ты чувствуешь, всегда же нужно думать о том, что вот люди по ту сторону экрана, вот сейчас нас смотрящие, пишущие комментарии, они понимают о чем или не понимают. И какое-то время назад вы пригласили меня на встречу представителей марксистских наших кружков, и было приятно видеть участниками этих кружков молодых людей. И они тоже готовы там что-нибудь сказать и о Гегеле, и о Марксе. И тоже тяжело это им дается, потому что они в первую очередь говорят на своем как бы птичьем языке. И я им сказал, что самое важное, чтобы люди сейчас за нами следящие воспринимали это, находить простые слова, находить способ донести вот эти сложные конструкции, сложные философские максимы и минимы, так же, как Василий Иванович объяснял это Петьке на картошке в известном фильме. Значит, я могу вам сказать, что мы шесть лет назад создали Красный университет, фонда рабочей академии, в котором обучаются, сразу поступают примерно 500-600 человек из разных городов и сел необъятной страны. И если раньше это дело было единицей, вот мы могли бы так говорить, что это тяжело, трудно, а сейчас можно сказать, что сидят люди и занимаются. Это уже сотни и тысячи людей. Поэтому сейчас, так сказать, что у нас есть? У нас записаны все эти самые занятия Красного университета за 6 лет, в том числе по философии. У нас регулярно работает кружок, и эти все занятия тоже вывешены на канале фонда рабочей академии. В-третьих, имеются соответствующие книги, в помощь изучающим, я имею в виду, вот скажем, у меня вышли две книги, лекции по философии и истории. И, между прочим, в Иране опубликовано тысячи экземпляров на Фарси. Больше, чем коммунисты иранские. В Иране? В Иране. В стране, в которой головы коммунистам рубили еще и так давно. В Иране опубликовано на Фарси. У меня дома есть два экземпляра. А там вообще есть коммунисты, да, теперь? Да, есть коммунисты. Партия «Туда» еще жива? Да, и по-русски они разбираются. Но сейчас он уже живет в Германии, товарищ, который переводил. Вот, ну вот они прислали. Это больше, чем у нас. То есть вы намекаете на то, что вам удается простым языком рассказывать? Я скажу, что ведь речь идет об истолковании, о том, чтобы понятнее сделать то, что написано у Гегеля. И каждый раз все сводится к тому, что лучше не скажешь. Чем он уже сказал. Ну вот пример. Вот пример. Равенство с собой такое сложное вроде сделало. Равенство с собой. Бытие в себе называется у Гегеля. Да еще пишется так, бытие черточка в, черточка себе. Ну и вот что с этим делать? А что такое разница? Вот сейчас вы в себе или не в себе? Пока мы, мне кажется, еще не перешли грань, когда я был бы не в себе. Ну вот в себе, то есть вы равны самому себе. То есть на самом деле в языке, в простом, обычном языке эти слова существуют. И как раз Гегель говорит, что не надо куда-то специально какие-то формулы. Надо видеть, что каждое слово, ну миллиарды раз повторилось, прежде чем оно будет. А если я сейчас начну на вас кричать, вы скажете, я вышел из себя. Так точно. Так? Или к секретарше приходишь, говорит, дайте мне надо то. Он говорит, подождите, я сейчас приду в себя и буду с вами разговаривать. А где ты была? То есть это вот в себе бытие и так далее. То есть я хочу сказать, что, ну вот Гегель, конечно, тонкий знаток языка, и он показывает все эти нюансы. Ну и эти нюансы позволяют ему показать, что на самом деле все противоречиво. Ну, например, все знают, что есть два отрицания, дают утверждение. Это все знают. Закон отрицания и отрицания. Да. Ну вот два философа говорят, значит. Один другому говорит, ну вот два отрицания дают утверждение. А вот чтобы два утверждения давали, отрицание, такого, пожалуй, не может быть. А второй ему говорит, ну да, конечно. Вот вам два утверждения, которые по-русски дают отрицание. То есть дорогу осилит идущий. И если уж мы действительно, так сказать, заявляем, что мы собираемся Маркса изучать, ну а Маркс, что говорит, в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сможет достичь ее сияющих вершин, кто не страша усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Если непонятно, значит, надо идти дальше, выходить за свой предел. Предел у Гегеля так и определяется. Это границу, которую переступают. Вот я тут в недавнем ролике, мы как обсуждали, вопрос о пределе и границе с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Я говорю, как вот называется такая граница, которая переходит? Мы говорим, предел. Я даже тут вздрогнул, думал, как вот человек сам до этого дошел, который вроде специально этим занимался. А люди все время выходят за свой предел. Вы все время выходите за свой предел. Вот я наблюдаю. Вы постоянно делаете больше, чем делали раньше. И делаете то, что раньше не делали. То есть делаете то, что вы не умеете. А другие, которые делают только то, что умеют, они есть некая постоянная остановка. Михаил Васильевич, все интересно. Все можно так, наверное, говорить часами, обозревая окрестностей и пытаясь определить свое место в этих окрестностях. Но мы видим, что ситуация и внутри страны, и в международных масштабах ухудшается. Становится все более тревожным. Если мы посмотрим на происходящее через призму 2006 года, половина, если не вся сегодняшняя лента новостей, показалась бы нам просто чем-то немыслимым. Тогда казалось, что кругом изобилие, кредиты, миры, процветание, отдых за границей, ипотека. Но кому-то казалось, нам это не казалось. Вам не казалось, а многим казалось. Я думаю, даже большинству казалось. И тут внезапно как будто полностью декорации поменялись, другой спектакль на сцене разыгрывается. А мы тут сидим, разговариваем в себе, не в себе, предел, не предел. Что говорит марксистская философия по поводу происходящего? Марксистская философия, лучше сказать еще история революционного движения, говорит, что нельзя стать настоящим революционером, если человек только занимается изучением и изредка помогает борющимся. Надо действовать в организации. В общем, отличие большевиков от меньшевиков. И те, и другие приняли программу. Никакого спора по программе не было на втором съезде. А потом разошлись, можно сказать, навсегда. Ну, с некоторыми отступлениями, но навсегда разошлись. По какому пункту? По пункту устава. Значит, Ленин наставил на том, что считать членом партии того, кто работает в одной из организаций, а меньшевики во главе с Мартовым считать того, кто изредка помогает чем-то партии. Сочувствующим. И вот, значит, поэтому главное вообще, что нужно делать, это мы можем действительно изучать, долго изучать. Сталин говорил, что не давайте, не будем писать в устав, что членом партии считать того, кто понял программу. Понял программу, мы еще не можем написать. Признает программу и хватит. А он в своей борьбе, в практике, он должен действовать сейчас, а не тогда, когда он изучит науку логики Гегеля. И наоборот, если он будет участвовать в борьбе, он скорее изучит и поймет. Это как, получается, сначала действуем, потом понимаем? Действуем, поэтому лучше понимаем. Хорошо, тем не менее. Ну вот, скажем, у нас требования такие к членам рабочей партии России, где представители идеологической комиссии, что все должны изучать диалектику. Все. Ну а почему? Ну это три составных части марксизма. Значит, диалектика раз, политэкономия два, и научный коммунизм без диалектики и политэкономии ничто. Политэкономии без диалектики нельзя вполне понять капитала, тоже ничто. Ну уже мы проходили, мы пришли к контрреволюции и к реставрации капитализма, потому что кто изучал в высших партийных школах, изучали, нет, в академиях общественной науки изучали, нет, в храмах науки изучали. Вот и вы говорите, так, были какие-то философы, чего-то они там читали, и потом начинаешь смотреть, ну а где вот люди, которые изучали диалектику, где они? Их нету на сегодняшний день. Кто в деревню уехал, кто плюнул, все, потому что они изучали в отрыве от всего, от трудящихся, от борьбы, от всего того, что нас с вами тревожит. Давайте к тому, что нас с нами, с вами тревожит сейчас. Что происходит все-таки? Классовая борьба продолжается, она есть, классы существуют? Конечно, конечно, еще как. Она не только продолжается, она вообще не может закончиться, пока существует класс. То есть мы не едины. Есть эксплуататоры, есть эксплуатируемые, есть владельцы средств производства, есть пролетарии. Пролетарии есть, существуют, пролетарии. Есть, конкретно, очень много. И у нас еще есть, конечно, третий класс, очень обширный, который вроде бы его капитализм уничтожал, обычный капитализм свободной конкуренции, мелко буржуазии, мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Но, когда капитализм стал империализмом, то он вздернул цены, они монопольные. И при этих монопольных ценах могут существовать опять мелкие хозяйчики, работающие на рынок, потому что они по этой цене и с помощью ручного труда могут что-то сделать и просуществовать. У нас обширный, мелкий буржуазный класс. И вот эта мелкобуржуазность, стремление к тому, чтобы обогатиться, оно присутствует очень широко в современном обществе. Но, вот и большевики за него боролись, так сказать, и сейчас, наверное, надо считаться с ним, что это все-таки трудящиеся, хотя они трудятся для обмена, но их судьба какая? Судьба их в том, что они разорятся. Их все время говорят, что мы их поддерживаем, а на самом деле их все время рушат. Ну, конечно, есть маленькое ИП, а завтра там появляется Пятерочка, Ашан или что-нибудь еще. И трактором закатывает все эти... Более того, у нас, скажем, когда у нас Матвиенко здесь была губернатором, вдруг решили, что вот стоят эти ларьки около остановок, трамвайных, давай их, и распилили болгарками. А потом, вот мы наблюдали, как в Москве повторили, и более широко развили этот опыт. Все там было оформлено, и земля, и там разрешение, потом раз, и все опять уничтожили. Говорят, мы вас поддерживаем. Стало быть, мелкий хозяйчик, индивидуальный предприниматель, малый и средний бизнес. Как говорят сегодня, это, в общем-то, хоть и непостоянная категория, хоть и стремящаяся под давлением монополии сверху расщепиться на пролетариат и на Буржуазию, но тем не менее это союзник. Так получается? Я все-таки средний бизнес не трогал. Средний бизнес – это просто буржуа, но маленький, маленький буржуй. А мелкий буржуа не маленький, он тяготеет к буржуу обыкновенному. Маленький буржуй хочет стать большим. Вот вся эта нынешняя борьба против олигархов. Она мелкобуржуазная? Нет, она буржуазная. Это борьба тех неудачников, капиталистов, которые завидуют удачникам, нашим миллиардерам. Поэтому они ведь не против капитализма, они против эксплуатации. Я скажу, вот мне завидно, что углубодатый, я не такой богатый. А вот, например, разве болотные протесты в Москве не являются отражением этой же зависти? Вот они и являются отражением. Вот эти болотные протесты и вся эта деятельность Навального, что крупному капиталу, с одной стороны, нужно, чтобы было дешевое государство, поэтому не надо никакой коррупции, а борются против олигархов в выборной кампании. Не против капитализма, а именно против олигархов, потому что нам надо быть олигархом, а не вам. Борьба, условно говоря, миллионеров против миллиардеров. Да, совершенно верно. И поменьше там, у кого кто еще не совсем миллионер. Ну вот, тем более цифры нам говорят за прошлый год. Число людей, которые обладают пятью сотнями долларов, тысяч долларов, выросло на 22%. То есть у нас идет бурный рост, а сказать, этих самых капиталистов, и они все плачут. Ой, не революционная ли ситуация складывается таким образом? Нет, не революционная. Потому что чем больше такого количественного класса, тем больше противоречий между миллионерами и миллиардами. Объективно обостряется, конечно, только между рабочими и ними. Потому что там другую сторону движения. За три года у нас на 10% упало реальное содержание зарплаты. Ну, чуть поменьше. 92,5% от 2013 года. То есть рабочие нищают? Нищают, рабочие нищают. Капиталисты, богатя, это мелкобуржуазия тоже нищает, потому что ей ходу эти крупный капитал не даст. Поэтому мелкий буржуа, он, конечно, хочет стать настоящим хозяином, стать буржуа, но судьба его такова, что он вынужден, так сказать... Ну, отсюда и идея, что рабочий должен брать в союзники мелкого буржуа. Да, конечно. Но чтобы брать кого-то в союзники, надо самому организоваться и бороться. Пока у нас рабочий класс борется очень слабо. У нас же почти нет забастовок. Забастовки разрешены нашим законодательством. Они, как забастовки, прописаны в Конституции. Забастовка — это, по существу, юридическое выражение того, что у нас труд непринудительный. Вы меня не можете заставить работать на любых условиях. А почему забастовок нет? Я вот смотрю, опять же, новости за границей нашей ближайшей. Франция бастует, Германия бастует, Штаты вон, офигеть какая забастовка. Они бастуют, потому что у них этот опыт не терялся. Они как бастовали при капитализме, так и бастуют. А у нас в советское время необходимости в забастовках не было, но забастовки время от времени все время были. И вот можем посмотреть публикации по этому поводу. В интернете есть данные забастовки в СССР. Они были. Но традиционно с подачи Ленина, если люди бастуют, это значит, мы что-то неправильно сделали. Или, значит, мы сделали правильно, но они не объяснили. Надо пойти объяснить. То есть первая борьба с забастовками началась у нас с Хрущева, который расстрелял в Новочеркасске в 62-м году рабочих. И тем самым продемонстрировал, что его хваленное общенародное государство стало государством диктатуры Буржазии. Начался переходный период от коммунизма к капитализму. Вот что произошло. Так вот, в трудовом кодусе тоже расписаны, пожалуйста, делайте забастовки. Но вот то поколение людей, которые умели делать забастовки, в том числе докеры прекрасные, авиодиспетчеры, оно постепенно сходит на нет. А новое, в связи с тем, что у нас разрушение было очень сильное промышленности, разрушение нашего производства, и сейчас оно в таком положении стагнации. У нас душат наше производство, прежде всего, там, Центробанк и правительство, потому что, ну что такое. То есть, сегодня снова сообщили, 7,25 ключевая ставка, плюс коммерческие банки, паразиты, значит, накинут свои 7-14 процентов. То есть, никто не сможет взять, кроме тех, кто не хочет обмануть. Ну, подождите, получается, душат отечественное производство, вместе с ним душат отечественный рабочий класс. Вы хотите сказать, если бы нашим домашним капиталистам жилось бы получше, то у нас забастовки были бы, что ли? Конечно. Дело в том, что рабочий класс увольняют, у нас безработица 4 процента. Но если у нас кировский завод был 35 тысяч человек, теперь там 7,5. Где остальные? Светлана. Вот я напротив этой Светланы живу. Значит, 40 тысяч было работников. Приборостроение, темпы роста 10 процентов, распроизводительность труда. Сейчас 300 тоже. Да мы вот здесь сидим, как завод назывался? А? Как завод назывался, на территории которого мы сейчас сидим? Красный треугольник, крупнейший, нет его. Ну, и так далее. То есть, если вы возьмете, если вы пойдете по Выборгскому району, где русский дизель? Нет русского дизеля. Где завод Карла Маркса, машиностроительные ракеты делали? Нет машиностроительного завода. Где Красная Заря? Нет Красной Зари. То есть, людей нет, вы начинаете бастовать. Это нужно, так сказать, хорошее искусство и большое владение делом, чтобы это было... То есть, ну, все равно как-то странно получается. Нужно, получается, если эту логику продолжать, да, вот наш домашний капиталист задавлен финансовой диктатурой, условиями извне и чем-нибудь еще. Дело не в том, что он задавлен, а в том, что производство разрушено. Производство разрушено. А раз производство разрушено, во-первых, меньше стало рабочим. Во-вторых, рабочий в состоянии, так сказать, нищенства находится наше. А если он в состоянии нищенства, не надо думать, что чем хуже, тем лучше. Ну, самый нищий, так сказать, любит пролетариат, он что? Он что, способен на какую-то борьбу? Нет, он не способен. То есть, кажется, что рабочий должен сначала объединиться вокруг своей, условно говоря, прогрессивной буржуазии, для того, чтобы он стал из карачек на ноги? Нет, он должен объединиться друг с другом, чтобы завоевать себе нормальный рабочий день, 6 часов, зарплату нормальную. А как же объединяться, если вы сами перечислили вот все эти ужасные пропорции нашей идеи индустриализации? Эти ужасные пропорции, это те условия, в которых надо объединяться, потому что иначе будет хуже. А никто ему помочь не может. Как объединяться вокруг буржуазии, которые его душат? Объединяться надо друг с другом. У нас рабочие, посмотрите, профсоюзы у нас стали, вот крупное объединение, одно объединение ФНПР, оно притянуто совершенно однозначно к Единой России. Это такой ремень от партии к массам каким. Второе объединение КТР, там тоже во голове председатель, входит в президентский совет, и там действует справедливая Россия. Организации рабочего класса, которые были бы независимы от буржуазии, в идейном смысле, нет. И поэтому, скажем, вопрос встал и о том, что нужна партия рабочего класса, крупная и мощная, для того, чтобы не было такого положения, как сейчас. А партия разве может быть создана вот так, вот из Ленинграда, из Москвы, сверху? Она разве не должна создаваться из кружков снизу? Вот мы, например, вы говорите, что нет его, а я вот буквально только что был в Уфе, разговаривал с тамошними профсоюзниками. Они говорят, только по закону же три человека и профсоюз, правильно? Начинаешь это делать, а тут же появляются разные ребята, и не парламентскими способами объясняют, что не надо так себя вести. У нас наша партия издана тогда, когда был разгар контрреволюции, в 93-м году, и зарегистрирована. Потом регистрации решились, потом рабочая партия России вышла из РКРП, мы, так сказать, вместе учреждались, была РКРП только. И партия уже много лет, 20 с лишним. Поэтому из кружков она давно уже вышла, и вышла на то, чтобы это было систематическое обучение. Уже у университеты есть, а мы опять только кружки. Вот если люди сейчас ходят в кружки, они не ходят, не записываются в Красный университет. Нет, кружки замечательные, а где хотя бы одна стачка, где хотя бы одна забастовка? Стачки хоть одна есть, но мало. Ну вот я просто описал вам ситуацию, когда пытаешься даже не забастовку, профсоюз учредить, а тебе говорят, жизни лишишься. Я имею в виду, не лишишься. Дело в том, что, кроме всего прочего, этим надо заниматься серьезно, и это могут сделать очень грамотные и толковые люди. Вот докеры, которые делали, люди с высшим или с двумя высшими образованиями. Потому что, чтобы это выполнить процедуру непростую, нужно вот эту всю процедуру пройти. А чтобы ее пройти, нужны и переговоры, нужны и оформления соответствующие, и нужны толковые требования для начала. Толковых, никто вам не запрещает составить проект коллективного договора. Где они? Проект коллективного договора может написать один человек. Один способный человек. И один и пишет всегда. И Маркс Энгельс вдвоем тоже не писали. То есть вы хотите сказать, что отсутствует воля к борьбе? Я думаю, да. Слабая очень воля к борьбе. Пока. А бороться нужно все-таки за что? За то, чтобы продолжительность рабочего дня состояла из шести часов? Прежде всего за это. За то, чтобы тебе денежку больше платили? Или за что-то другое? Прежде всего за то, чтобы продолжительность рабочего дня была шесть часов. И это можно сделать путем однократного проведения забастовки. Забастовка может быть проведена в форме постоянной забастовки. То есть на неопределенный срок, без ограничения. И первым требованием сокращение рабочего дня, вторым требованием рост производительности труда за счет переозначения производства. То есть вы требоваете от капиталиста, чтобы он был еще эффективнее, чтобы он еще эффективнее эксплуатировал? Да, конечно. Почему? Он не будет эффективнее эксплуатировать. Он может даже эффективнее эксплуатировать. Вот скажем, мы возьмем голову в относительной абсолютной прибавочной стоимости. Тут есть абсолютная прибавочная стоимость за счет удлинения рабочего дня и сокращения зарплаты. А если вы будете увеличивать зарплату и при этом повышать производительность труда быстрее, и у вас зарплата в единице продукции будет меньше, значит, сдержки меньше, прибыль больше. Так что это вполне совместивая вещь. А шестичасовой рабочий день зачем? Затем, чтобы организовывать свою борьбу. То есть дайте нам время, чтобы мы организовали, чтобы мы вас свергли. Вам никто время не даст. Выбейте сначала время, тогда вы организуетесь в это время, и тогда можете свергнуть. А вы вам никто не даст. Вообще при капитализме никто ничего не дает. В этом есть что-то хорошее. Надо брать. Я понимаю, но тем не менее идея борьбы заключается именно в этом. Вырвать у хозяина кусочек времени, чтобы потом вырвать у него что-нибудь еще. А вам не напоминает? Хозяин дурак, что ли? А вам не напоминает это 2017 год? Сначала вырвали 8-часовой рабочий день, а потом создали советы повсеместные. Потом установили свою власть. А вы думаете, при 11,5-часовом рабочем дне можно было создать советы и установить советскую власть? Конечно, нужно. Вырвали явочным порядком, установили 8-часовой рабочий день. Но это было 100 лет назад. Сейчас одни говорят, доктор экономических наук Мазур, за час вырабатывают продукт эквивалентной зарплаты. А вчера доктор экономических наук долгов обнародовал свои расчеты. Он, кстати, являлся директором одного довольно крупного завода. Он говорит, что за 40 минут вырабатывают свою зарплату. В остальное время все работает на хозяина, на капиталистов. Вот эти два часа, которые заберут, не лишает капиталистов возможности эксплуатировать. Но они дают возможность захнуть. Все иллюзорно и фантастично, учитывая то, что с кем не заговоришь сегодня. Какие там 6 часов, да какие даже 8. Кое-где рабочий день давно стал ненормированным, даже если это прописано. Это в одну сторону говорить иллюзорно, а в другую сторону довольно глупо думать, что если ты будешь больше работать, ты будешь больше получать. Будешь больше работать, будешь меньше получать. И будешь зарабатывать на лекарства. И заработаешься на могилу. Так и происходит. Так и происходит. Люди молчат и зарабатывают спокойно себе на лекарства. И вот каждый раз Российский комитет рабочих на это обращает внимание. Поэтому из этого узла можно развязать его только одним путем. Нужно получить 6-часовой рабочий день. А его получить иначе нельзя, кроме путем. А вот человек, который слева наблюдает за вашим выступлением и за позицией самой партии и фонда, он скажет, а это уведение протестной энергии пролетариата в непродуктивное русло. Это просто кручение педалей на велотренажере. Вот как только вот это именно протестная энергия, это и есть кручение педалей на велотренажере. Вот сейчас вот я буду протестовать вместе с вами, потом вы войдете в одну сторону, а я в другую. Это ничего не значит. Из того, что мы протестуем, все. Из этого не следует, что мы едины. Ни в чем мы не едины. Мы едины в отрицании, а в утверждении мы абсолютно не едины. То есть надо поставить цель и ее добиваться. А если не поставленная цель, ее не добиваются и не борются. А говорят о протестных движениях, это пустое дело. Это раскрачивание сил. Но для этого цель должна быть точно совершенно одинаково понимаема всеми. Цель должна быть не такая, которая понимаема, а цель должна быть правильной, выражающей экономические интересы. Вот каждому рабочему выгодно сократить рабочий день с сохранением зарплаты. Каждому. И каждому трудящему себе это выгодно. Остается, это надо осознать и за это бороться. А если мы будем думать, что кто-то за нас будет бороться, ну не привык рабочий класс организовываться. Потому что его организовывала коммунистическая партия. А сейчас партия в становлении находится. А бороться-то нужно до какого предела? Хорошо, получили шестичасовый рабочий день, дальше подразумеваем все остальное? Или дальше выращиваем нашу кривую, косую, но какую-нибудь свою буржуазию? А дальше мы боремся за повышение реального содержания зарплаты. И дальше мы проводим забастовки. А из членов забастовочного комитета формируем советы. А из кого формируются советы? Мы просто изберем, что ли, советы? Советы вытекают из забастовок, из забастовочной борьбы. Вот в эту борьбу люди пока не втягиваются. А только эта дорога, эта борьба ведет к советской власти. А никакая другая не ведет. А другая ведет к постоянному вращению педалями. Принимается хорошо. А вот все-таки участвовать в этой борьбе должен кто? Вот скажем, парикмахер, системный администратор, таксист. Сколько еще можно привести разных специальностей, которые не связаны с фабричным производительным трудом? Участвовать в этой борьбы? По-прежнему должен быть тот фабрично-заводской и городской. Вы же сами перечислили, нет заводов. Нет, я такого не говорил. Их стало гораздо меньше, но их много. Как же нет? Как нет, когда у нас государственный сектор, в том числе и военное производство. У нас сейчас 70%. 70%... Опа, иди, попробуй создать профсоюз на военном предприятии. Да вообще нет проблемы создавать профсоюз. Нету проблемы. Я знаю, это хорошо. Никто не мешает создавать. Люди сами себе помехи ставят такими разговорами. Тебя в саботаже обвинят в условиях почти военного времени. Константин Викторович, чего бы вы хорошее ни делали, обязательно вас в чем-нибудь нехорошем обвинят. Это практика борьбы. Я правильно понимаю, все-таки основной упор должен делаться на фабрично-заводских рабочих. Да, городских, фабрично-заводских, промышленных рабочих. Которые должны добиваться 6-часового рабочего. А за ними все потянется. А все остальное, что за ними должно потянется, должен спокойно сидеть и наблюдать за тем, пока оно потянется. Нет, поддерживать надо. Как? Ну, вот вы поддерживаете, я поддерживаю. Мы же с вами что? То есть, давай рабочий на оборонном предприятии, уцелевший, схоронившийся, поднимайся за свои интересы, так? Ну, помогать надо, конечно. А как? А что такое партия соединения социализма, научного с рабочим движением? Вы не хотите записать в те же самые пролетарии людей, которые на фабрике за станком не стоят и у которых руки не в масле? Я не только могу записать, я вообще всех могу записать в пролетарии. В кого можно записать в пролетарии? Во-первых, тех, кто не имеет никакой собственности. Изначальное понятие пролетария – это лишенный собственности, да? Потом можно по-другому сузить это, взять только работников, а не тех, которые ничего не имеют, и бомжей. Уже бомжей сюда не включать, а взять только работников, но которые на юную труда. На юную труда. И тогда уже и мы сюда попадем, и профессора сюда попадут, и администраторы системные и так далее. Сюда запишем. Потом мы должны взять тот пролетариат, который находится на фабриках и заводах. Почему? Потому что все остальные в этом заинтересованы, а он может организовать. А все остальные не могут организовать. Они сами знают, что не могут. Они больше всех боятся, рабочие-то меньше боятся. Они больше всех боятся, потому что его-то уволят в первую очередь. Из парикмахера выкинут, и никто вас не спасет. Потому что если у вас 20-30 человек... Вот у нас появились эти сети автомобильные, Uber, Яндекс и так далее. Я вот разговаривал с одним человеком, он говорит, 12-14 часов рабочий день. Эксплуатация жуткая. Они собираются и начинают... Ничего они не смогут. Рабочему проще? Ну вот я вам пример приведу. Вот есть у нас Ленгор Электротранс. 11 тысяч человек. Много, много. Они встречаются, водитель трамвая и кондуктор, тогда, когда они на кольцо приезжают, в туалет идут. И все. Они никак не смогут организовать. Они разобщены выходить? Они разобщены. Они не встречаются на одной производственной площадке? Да, совершенно верно. В этом причина, того, что основной акцент на фабричных рабочих. Они друг друга видят, вы хотите сказать? Они видят, да. И видят вот себя те, кто сидят сейчас. Офисные работники, как даже говорят, убирают их из комнат, чтобы они сидели, как эти самые коровы в коровнике, так сказать. Чтобы вот так вот... Загородки. Да. А он надзиратель надзирает. Он придет позже. А если вы идете раньше меня, это неприлично. Неприлично уходить в конце рабочего дня. Сидите до 10 часов вечера. Эти люди разобщены? Эти люди разобщены. Они очень заинтересованы. Они с удовольствием поддержат, если это кто-нибудь начнет. Но рассчитывать на то, что они начнут, нечего. Это абсолютно невозможно. Точно так же, как если, скажем, вы предполагаете, что какие-то вузы забастуют. Вот у нас половина вузов закрыта за три года. Наше доблесть на министерство закрыла. Ну, я думаю, вы это лучше меня знаете. Знаю, но все равно, да. Мы же как работаем? Скажем, наш брат профессор, доцент. Мы сидим дома, готовимся и так далее. Потом паспорт, расписание, выходим и приходим. Поэтому нас на работе нет, как правило. А вот если мы все вдруг в один день пришли, вот это было бы сильное акция. А вам бы сказали, что у вас здесь не стояло. Вот акция была бы мощная. Поэтому какие могут быть забастовки? А вот на заводе другое дело. Все равно мы приходим к тому, о чем говорит исторический материализм. Что первично материальное производство. Первично. И эта первичность относится не к обществу вообще, а к изменениям в обществе. И начать могут только те люди, которые связаны непосредственно с ним. Но сами рабочие, конечно, без интеллигентов, без ученых, без пропагандистов, без агитаторов, без людей умственного труда, кто бы они ни были. Программисты, парикмахеры и так далее. То есть надо помогать рабочему классу всем. А не получится так, что пока вот эти все разрозненные силы сосредотачиваются, изучают диалектику, пока рабочие группируются в кружки, не получится так, что закроют еще и последние предприятия. Ведь мы же в каком-то периферийном состоянии находимся, правильно? По отношению к глобальному, мировому, материальному производству? Не получится, нам помогают. Нам помогает. Кто нам помогает? Нам помогает мировая буржуазия. Вы видите, зачем они сделали санкции? Я бы на Экмете не делал. У нас все уничтожалось, все было иностранное, все американское. Продолжать дальше и все уже невозможно было подняться. А теперь опять импортозамещение, опять надо что-то делать, надо, так сказать, заниматься оборонным производством, уже преследуют наших капиталистов, им приходится защищаться. Значит, у них выход очень тяжелое, туда пойдешь, отнимут. И они из-под палки начинают, не хотят, а вот начинают развивать промышленность. Да, потому что вообще капитализм... Что-то не видно. Видно. Промышленный рост по четвертому кварталу прошлого года минус 14%. Кстати, не в этом дело. Капитализм развивает производство, это непреложная истина. Он обязательно будет его производить. Только другое дело, он сжигает и сжирает для того, чтобы перенести его в другие страны, где более дешево. Это делают американцы, это делают другие группы. Она что же делала? Берет и обувь начинает в Китае шить, а не здесь. Вот и хорошо. А здесь фабрику закрыл. А вон Иваново нет текстиля больше никакого. Мы не в кольце, врагов в полукольце. Мы имеем колоссальный рынок в Китае и сближаемся с Китаем. Вот последнее мероприятие, которое буквально вчера о нем сообщили. Собирается министр иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Естественно, наш министр обороны и министры обороны других стран обсуждают положение в Сирии. Крупные капиталистические государства, которые спасаются от фашизма во внешней политике американского, группируются вокруг Китая. Давайте поговорим. Получается, Китай капиталистическое государство? Нет, Китай социалистическое государство. Китай социалистическое государство? Социализм там не построен. Что называется социалистическим государством? По всей теории, это государство, в котором произошла социалистическая революция. Рабочий класс установил свою власть. Там же могла произойти и капиталистическая контрреволюция? Может, могла. Но она у нас произошла. Произошла. Китай, одного выгнали сначала, Хуя Обана, когда он стал сотрудничать с Горбачевым. А второго, который вышел на площадь Аннельмени и сказал, что мы эти требования реализуем. Его посадили, его сняли тоже с генеральных секретарей, посадили во дворец на 15 лет в Пекине. Вот так он называется. А разве это помешало создать шанхайскую зону свободно-экономическую? Не помешало. Дело в том, что, а разве кто-нибудь мешает, вообще мешал Ленину и большевикам создавать в период НЭПа капиталистические предприятия? Да, но мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что принципиальное отличие НЭПовского периода развития СССР от того, что происходит в Китае, это то, соблюдаются ли диктатуры пролетариата или нет? Кто кем командует? Если ты запряг... Пока командует КПК. Капитал в телегу и едешь на нем, это одно. А если капитал тебя запряг, это другое. Пока? А как вы определяете, кто командует? А очень просто. Миллиардеров КПК. Я вот первое, что сделал сейчас после съезда, почитал их устав. В уставе написано, коммунистическая партия – это авангард рабочего класса. Раз. Ну, он что написан. Но вы знаете, что она правящая? Вы не знаете, что она там все определяет, партия. Знаю, я знаю, что она куча миллиардеров сидит в партии. Там секретари парткомов определяют, что будет на заводе. Там очень большая сила этой самой коммунистической партии. Вы знаете, что у нас рассуждают про борьбу с коррупцией, или Навальный ходит с толпой, а там 10 тысяч расстреляли за коррупцией. Но это показатель власти, это показатель очень серьезный. Спорить не возьмусь, потому что плохо знаю ситуацию и сам до конца мнение не сформировал. А как вы себе представляете переходный период? А что у нас было в переходный период? У нас разрешалось иметь, по крайней мере, трех рабочих. То есть можно было развивать капитализм. Ничего не закрывалось. Вы имеете в виду НЭП или кооперативный период? Переходный период от после социалистической революции до строительства социализма. Сколько он продолжал? 18 лет. В 18 лет у нас не было социализма, а была социалистическая страна. И сейчас вот люди как-то это не выучили, что ли. У нас социалистическая страна Куба, но там социализм сначала был, потом они раз и превратили миллион рабочих в самозанятых, то есть в мелких буржуа. И ушли в переходный период. Это откат или прогресс? Это откат. В условиях, когда им перестал помогать Советским Союзом, им было не удержать. Они сдвинулись назад. А этот откат не закончится? Не знаю. И в Китае он не закончится тем же, чем он у нас закончится? А дело в том, что каждый переходный период с две тенденции может закончиться. А у нас-то он вообще пошел после того, как у нас социализм был построен. А тем более у них может и раньше закончиться. Ну вот, пожалуйста, вы сами сказали, с хрущевских времен. Так это отсюда вывод какой. Если вы не будете бороться, объявите, что классовая борьба прекратилась, то обязательно откат этот произойдет. Ну хорошо. Я думаю, что таких артистов, как Хрущев, которые объявили, что классовая борьба прекратилась, больше еще не было в коммунистическом движении, ни в одной стране, в которой совершена социалистическая революция. Я не знаю такого. Чтобы кто-то объявил, что классовая борьба прекратилась, что никотору Петриата не нужна. Кого вы знаете? Не знаю, скажите. Я не знаю. Итак, вокруг социалистического Китая группируются уставшие от американского фашизма. Правильно? Спасающиеся. Не уставшие, а спасающиеся. Бегущие. Бегущие. От грозы. Бегущие, это хорошо. Дети, да. Спасающиеся от американского фашизма. Абиталистические страны вроде нас. Правильно я излагаю? Да. Причем, между прочим, обладающие ядерным оружием. Вы знаете, куда туда? Кто-то расплатился. У Индии ядерное оружие есть? Он не сказал бы, что Индия сильно от Америки спасается. Она, по-моему, наоборот. В ту сторону дрейфует. Она и туда дрейфует, и туда. А в ШОС она просилась настойчиво. И Пакистан. Уж Пакистан очень сильно сотрудничает. Но они знают, что их Китай не съест, а американцы в случае чего съедят. Там одних ядерных стран, смотрите, сколько уже собралось. Россия, Китай, Индия, Пакистан. Но, тем не менее, давайте в этой формуле, в этом уравнении определимся все-таки, что такое американский фашизм? Это все-таки, наверное, какая-то производная от американского капитализма. Верно? Американский капитализм... Он не от капитализма, он от империализма. Ну, а в сердце Винни свое это же капитализм. Я думаю, что фашизм всегда производный от финансового капитала. А наша ситуация ничем не напоминает? Да, у нас нет финансового капитала. У нас банков нет, у нас не банки, у нас ротографические конторы. У нас вообще не дают нисколько. У нас нету никакого кредита. Это то, что было в средние века. Вот я вам дал... Тогда давайте дадим определение тому, что у нас происходит. У нас нету финансового капитала, у нас нет банка. А какой у нас капитал? Что за капитализм у нас? У нас капитализм обычный. У нас сейчас госкапитализм. У нас 70% находится в государственной собственности капиталистической. И существует он вовсе не за счет кредитов, которые дают банки. Банки существуют при поддержке государства. Видите, одних закрывают, а другим деньги дают, чтобы они спасли. Ну, а чем это отличается от американского плана ТАРП по спасению? Тем отличается, что там один крупный американский банк больше, чем вся наша банковская система. А наша банковская система и не может развиваться. Мы маленький хищник, а они большой, нет? Да она-то хищник, но этот хищник не является капиталистом. То есть он никакой капитал не наращивает. Они же не пускают эти деньги во ворот. Банк вообще, это не любая контора, которая выдает какие-то средства. А это такое финансовое учреждение, которое временно свободное в хозяйственном обороте. средства накапливает и направляет туда, где есть временный в них недостаток. Этой работы оно не делает, поэтому оно не банк. А оно просто такая же контора, какая была в средние века. И у нас многие капиталисты считают себя капиталистами по принципу, вот скажем, вы у меня работаете, а если вам на тысячу рублей зарплату сделать меньше, вы же не умрете. И вот если у вас тысяча человек, уже миллион я получил. Зачем это развивать производство? А если вот такое можно делать, то развивать его производство не надо. А это позволяет это делать рабочие, которые не бастуют, которые не требуют. Я понял, что наш банковский капитал вторичен, ущербен, и капитализм, соответственно, ущербен тоже по сравнению с развитым. Дело не в том, что он ущербен, он не финансовый капитал. Финансовый капитал... Но он не промышленный тоже. Финансовый капитал, который организовывает производство, организовывает промышленность, и он потому, что он организовывает, и все решает, и все определяет. Ему как бы демократическая структура не нужна, никакие не нужны ему конгрессы, парламенты и так далее. И у него появляются тенденции выкинуть это все и управлять напрямую. Это капитал высокого уровня, высокого качества. Это не значит, что всякий финансовый капитал приводит к тому, что появляется фашизм. Но фашизм может появиться тогда, когда есть финансовый капитал. Вот какая ситуация. А вы скажите, наши банки, которые ввели до начала украинской истории активную экспансию в страны ближайшего зарубежья и дальше... Это вся экскварсия? Это что? Не экспансия по поддержке производства. Это то же самое. Ну как? Зайти на Украину, какой-нибудь Никопольский завод феррасплавов или какой-нибудь Николаевский глинозин. Что они его финансировали? Просто финансировали. Структура, я не конкретный пример приведу и привожу, но таких примеров немало. Я уж не говорю о каких-нибудь гвинеях и прочих уголках земного шара. Ихти туда, зайти в акционерный капитал, чем это отличается? Зайти в акционерный капитал, значит ничего не делать. Это рантье. Что такое рантье? Это паразит. Ну почему ничего не делать за этим? Что такое рантье? Вот у меня есть деньги. Операционное управление, доступ к управлению. Этим занимаются и те люди, которые управляют. Я получаю деньги. Я внес капитал и получаю без всякого труда, без всяких забот, получаю прибыль. И все. Больше ничего. Дивиденды на акции. Поэтому то, что люди, так сказать, куда-то оттаскивают, вытаскивают наши деньги и раскидывают по всему миру, тут нет никакого движения. Это же не вывоз капитала. Вывоз капитала осуществляют американцы, когда строят у нас здесь завод, форт, и выпускают здесь продукцию. Или лендровер, английское производство. Или, так сказать, сейчас, вот Владимир Владимирович ездил на колени, рекламировал автоваз. Чей автоваз сейчас? Франко-японский. Франко-японский. И они руководят. Вот они везли свой капитал. Они организуют производство, они своего ставленника делают президентом и так далее. А компания Мечел, предположим, покупающая завод в Румынии, пусть она не занимается выпуском автомобилей, но сортовой проката не то же самое. Вот если она покупает завод, покупает целиком завод в Румынии, это вывоз капитала. Так, таких полно, например. Не полно, который нефтепереработка. Примеров полно, а вывоз капитала – это эпизоды. У нас в основном ввоз капитала, у нас сюда ввозят. Ну, потому что мы же являемся объектом. Вот, мы слабые. С этим никто не спорит. А в чем характеристика империализма? Что-то есть несколько групп, сейчас было несколько, а сейчас одна группа империалистических хищников, которые грабят весь мир. Нас грабят. И надо понимать, что нас грабят. А мы, говорят, вот, мы тоже империалисты. Никакие вы не империалисты. Вы задрипанные капиталисты, вы не развиваете свое производство. А из-за того, что мы задрипанные капиталисты, мы не развиваем свое производство, мы заслуживаем сочувствия в борьбе с вот этими не задрипанными? Не заслуживаете вы зачувствия. А как тогда? Капиталист, который развивает производство, сочувствия заслуживает. Скажем, Маркс уважал промышленный капитал, меньше уважал торговый. Вот Ford, General Motors заслуживают уважения? Да, заслуживают, конечно. Они организовывают производство на чужой даже территории. А наши на своей территории не могут организовать. А получается, вот этот вот заслуживающее уважение прет сюда, уже иногда гусеницами танков лязгает на границах. Этот, который из-за Дрипенова говорит, ничего сделать не может. Надо что делать-то? Нам что делать, то, о чем мы говорили. Кому? Нам. И буржуазия знает, что ей делать. Ну, понятно, что не нам вообще. Буржуазия пускай отбивается, пускай отбивается, борется с американским фашизмом во внешней политике. Надо ей помогать-то или нет? А мы ничем не можем ей помочь, поэтому не надо расстраиваться, не отвлекаться. Почему? Она с радостью воспользуется нашей помощи. Помощь у нас может быть только в одном. Помощь может быть в том, чтобы мы помогали организовать рабочим забастовочную борьбу за улучшение их условий. Прежде всего, сокращение рабочего дня и повышение зарплаты. Потому что голодный рабочий, который не имеет времени, не может организоваться для более широкой борьбы. Не может. Нет у него времени сорганизоваться. А надо это сделать. Но это в известной степени саботаж? А это можно сделать даже в разовом порядке. Нет, это не саботаж. Это святое право, которое нам дано законом. Ну, не в военной ситуации, когда твоя затрибанная буржуазия обороняется от властняющейся зубастой. У нас нет военной ситуации. А если сложится? А мы помогаем только другим. А вот если сложится, там другой разговор. А как это? Там военное время. Там военное время никто забастовок не делает. А как тогда надо вести себя? А мы давайте сейчас решим, как сейчас. Не, мне интересно просто, ведет ли эта тропинка к выводам второго интернационала или нет? Нет, это ведет к выводу такому, что давайте не будем делать то, что нам надо, и будем отвлекаться на то, что может быть в другой ситуации. Ну, это же вполне может быть. Это же не иллюзия. Вот чтобы это остановить, надо идти по главной дороге. Вот для этого надо сказать, вот тем, что рабочий класс, не позволяя себе просто так эксплуатировать, он развивает производство. Почему? Скажем, заработная плата – это граница применения машин. Если я могу нанять гастарбайтеров, у меня машины не нужны новые. Я не буду их покупать, не буду обновлять. Я их отправлю за границу, и там буду, куда-то вложу, и буду получать деньги. А вот если вы требуете большую зарплату, я вынужден тогда, чтобы вам как-то помешать, я должен покупать машины, переоснащать производство. Это все у Маркса написано в голове. И тогда наш капиталист будет сильнее и сильнее, будет эволюционировать. Да, пусть он будет сильнее и сильнее. Наш капиталист должен будет, скажем, осуществлять развитие общественного характера производства. На чем базируется эта революция? На том, что общественное характер производства противостоит противоречию частному характеру производства. Это вы намекаете на то, что из сегодняшнего разрушенного, как после Мамая, народного хозяйства прыгать в социализм не получится. Лестницу приставную есть неиспользующая. Сначала нужно воссоздать общественное производство. То есть сначала нужно помогать капиталистам встать на ноги. Я думаю, нам помогают иностранные капиталисты. И тем, что они поставили наших капиталистов в такое положение, что им вот просто так уплыть за границу не получается. А вы не думаете, что они в какой-то момент просто решат белый флаг выбросить и сдаваться пойти? Это не исключено. И тогда как? И тогда, а сейчас надо. Поэтому надо не помогать капиталистам, а думать о своих интересах. А вот еще такой важный пункт для рабочей борьбы, как сотрудничество с рабочими других стран. Пока это сводится больше к тому, чтобы поехать за границу и не заниматься организацией рабочего движения. Можно забыть вообще? Ну, это вот когда будет большое рабочее движение, большая партия рабочего класса. Там будет международный отдел, и пусть тогда он-то да. Ну, а если вдруг с двум соседним будут раздевать? Вы же сами говорите, нет, не хотят, не идут, не создают профсоюзы. А чтобы создать профсоюз, надо три человека. Три человека имеют право создать профсоюз. Профсоюз создать. В чем проблема? Каждый человек может написать коллекционный договор. Каждый может его предложить. Каждый может провести эту процедуру. Нет никаких ограничений. У нас, между прочим, была очень большая борьба, и мы в этом участвовали. Начиная с 96-го года за Трудовой кодекс. И выбили все те вот пункты, которые сейчас есть. Надо их использовать, потому что могли бы вообще этого всего лишить. И не было бы права на забастовку. Николай Васильевич, а есть ли у рабочих это все-таки время? Потому что завтра возьмут и скажут. Да, сейчас надо. Русский рабочий, украинский рабочий? Слава Богу, как говорится. Пришла пора защищать отечество. Значит, есть время. От оккупации и от интервенции. Я думаю, что когда будет пора защищать отечество, тогда буржуазии будут вооружать рабочих. Тогда это уже другая уже пьеса. Буржуазии же вооружают рабочих перед революцией. Так что это совсем другой разговор. Который вести преждевременно. В каждом вопросе есть своя положительная и своя отрицательная сторона. И в отрицательной стороне Первая мировая война привела к вооружению рабочих. Не тех, кто просто обслуживает интересы класса капиталистов. Соответствующие службы, спецслужбы и так далее. Народ стали вооружать. Но народ потом с этим оружием взял власть. Что такое у нас крестьянин с винтовкой? Это будет олицетворение Октябрьской революции. И Первой мировой войны отцвет. Да, конечно. Отчасти. Конечно. Поэтому, в общем-то, где источник вообще социализма? Империализм. Империализм – это мама. Он сам к этому приводит. Бабка революции – это Первая мировая война. Это бабка. Это бабка. А империализм превращается. Но если мы говорим родимые пятна капитализма. Кто мама коммунизма? Капитализм. Капитализм к этому ведет. Другое дело, что рабочие должны себя вести, как себя должны вести рабочие при капитализме. Он должен отстаивать свои интересы. Время рабочее сокращать, зарплату повышать. И организовываться в профсоюз, и в партию свою. Но если он не организован ни в профсоюз, ни в партию. И времени у него нет. И он только на сверхурочных. И он вымирает. Ну как же тут можно быть? Так он тогда попадет в положение люмпен-пролетария. Вот нам надо сделать так, чтобы он не попал в положение люмпен-пролетария. А нам говорят, зачем эта экономическая борьба? Да зачем, чтобы он не стал люмпен-пролетарием? Откуда дорога к преступлениям и к смерти? У нас и так много. Потом, скажем, берут гастарбайтеров. Они же работают уже без всяких законов. Без всего. Низкая зарплата и так далее. Но их не поставишь к тем станкам. К современному производству. Поэтому надо требовать переоснащения современной техникой. Это все требовать можно. Все это закон позволяет. А эти самые, которые гастарбайтеры, являются частью рабочего класса? Конечно. Они являются, но слабые части. Не способны к самостоятельной борьбе. Они друг друга видят ежедневно на улице? Они видят друга ежедневно, но они не входят в единые профорганизации с нашими рабочими. А никто им не запрещает входить в единые. Тем не менее, есть специальная даже газета, есть специальный профсоюз. Не хватает просто пропагандистов, которые разъяснили бы и призвали бы. Не хватает. Все те, которые хотят записать в пролетариат, я имею в виду людей умственного труда, самых разных видов пролетариев в широком смысле слова, в них нуждается рабочий класс, чтобы они помогли и пропагандировать, и агитировать. А то мы видим, что агитаторы и пропагандисты один, два, три, четыре. Это мало. Должна быть, как Ленин говорил в 1902 году, армия пропагандистов. Да, армия пропагандистов. А вы будете маршалом, а не пропагандистов. Нет, это вряд ли. Но все-таки, если говорить об этой армии и приказе по армии искусства, то каким он должен быть? Потому что все чаще, мы с вами проговорили час почти, я очень сомневаюсь, потом почитаем, конечно, в комментариях. Я очень сомневаюсь, что все до конца были способны за этим слаломом вопросов и ответов следить. Потому что все-таки одно дело теория, а другое дело ежедневная окружающая тебя практика, в которой как бы устоялись какие-то стереотипы. И Советский Союз развалился, это все барахло. Люди, которые о нем вспоминают, это такие фантасты, слегка отставшие от эпохи. Вот есть Илон Маск, надо ориентироваться на это. Вот этот вот сильный, мощный, зубастый американский капиталист производит, капитализм производит очень привлекательную вот такую пропагандистскую модель. И перешибить которую вот этими книжками и отсылками, гигами невозможно. Мы не собираемся перешибать, мы собираемся действовать правильно, согласно истине. А истинность состоит в том, что разбитые армии обычно разбегаются, они бегут. Они бегут, но не все бегут, и не все быстро бегут. Некоторые останавливаются, потом начинают останавливать тех, кто бежит, потом отбирают у них оружие. Потом те, которые бегут мимо, начинают тоже останавливаться. Постепенно собираются, собираются, собираются. И эти разбитые армии, которые хорошо учатся, начинают, которые начинают потом сражаться. У нас сейчас КПСС, верхушка ее, предала рабочий класс. Поэтому рабочий класс у нас разбит. В результате предательства. Надо сказать это прямо. Рабочий класс разбит. И поэтому он должен собирать снова свою пролетарскую армию для того, чтобы все средства брать. И главное средство сейчас, конечно, агитации. Прежде всего пропаганда, а потом уже агитация. Потому что пропаганда это более глубокая идея, так сказать, не в самые широкие круги. А агитация это самые широкие круги и прямой призыв к немедленному действию. Вот к тому действию. Если я речь о том, приду и к действию, бастуйте за то, чтобы у вас был 5-6 часовой рабочий день. Причем вы можете только начать забастовку. А ведь забастовочный комитет решает, сколько во время забастовки будет рабочий день. Я вот не советовал бы делать забастовку, по принципу мы не работаем. Вы тогда зарплату не будете получать, долго не протянете. Работаете, а не получается у вас 5-часовой? Ну, 6 часов работаете. За это время будете получать зарплату. А выделенный час вам будет для борьбы, для того, чтобы вы зарплату повысили. Потом можете к 5-часовому перейти. Забастовочный комитет может, уведомив за 3 дня, поменять форму забастовки. То есть, это не то, что мы хотим выпросить эти 6-часовые рабочие день. Если вы прошли процедуру, это 31 день. Хоть один. Есть пример, который говорил бы о том, что этого можно добить. Да, вот докеры, например, 10 лет назад, летом, они запретили все сверхурочные работы во время забастовки. Это у них были коллективные действия. Забастовка была объявлена не в форме остановить производство, а в форме работать на 1 час меньше. И вот они это 1 час меньше то прицепляли к началу рабочего дня, позже приходить. То к обеду, раньше на обед, то в конце обеда, потом отдохнуть, то в конце смены и так далее. А потом, когда был такой ключевой момент, сказали, ну сейчас мы перейдем к тому, чтобы 2,5 часа теперь будем не работать в день. И тогда администрация сдалась. Правда, они еще потребовали одновременно национализировать порт, поскольку миллиардер Лисин, которого никакими экономическими потерями, так сказать, не потрясешь. Он понял, что как бы у него не отобрали вообще это дело. И было написано письмо, соответствующее от профсоюзной организации. Мощная была завастовка, все это движение было где-то полтора года. И о нем вот тогда написал товарищ Бушин Владимир Сергеевич. В трюм такая была у нас в «Народной правде». Потом «Правда» это перепечатала. И вообще это эпопея. И с тех пор у них, конечно, ситуация значительно лучше, чем у других. И они организованы. Больше примеров история не знает. Почему? Авиадиспетчеры. История их такова, что они 15 лет назад имели 15 тысяч зарплаты и разрушалось вообще воздушное движение России. Сейчас у них от 40 до 250 тысяч. И сейчас авиадиспетчеры, конечно, несравнимо находятся. И недавно сравнительно, несколько лет назад, они выгнали своего генерального директора. «Народная правда» помогала им в этом. А дальнейший какой ход событий? А дальнейший ход событий... Отвоевал 6 часов, зарплату подняли дальше. А дальнейший ход событий, что они теперь живут как люди. И все. И гусы не дуют. Почему? Они поддерживают других. Всех поддерживают, кто есть. Есть Федерация профсоюзов России. Может, туда вот вы создаете, допустим, профсоюзную организацию хорошую. Можете войти в Федерацию профсоюзов России, в главе которой стоят авиадиспетчеры. Они открыты для этого дела. Но чего-то такой инициативы нет. Ну, авиадиспетчеры очень сильно боролись. Они голодовки делали. Вот они же не могут. Им все запрещено. Им забастовки запрещены. Это вот другим разрешены забастовки. Им запрещены. Вот они не едят. Я помню эту историю. Ну, вот и знаете. Последняя была у них... Это была сухая голодовка, когда они не ели, только пили. Вот в Ленинграде они здесь находились. То есть, у нас недалеко не поход на зимний с граблями. Нет. Вот так. Запастовка... Запастовка... Это способ в конечном итоге создать свою власть, а не скинуть эту. Ну, вы скиньте ее, будет другая такая же. Ну, вот скажем, в Армении... Это не значит, что по поводу говоришь, что там будет. Ну, что там будет сейчас не капитализм, что ли? Ну, был капитализм, будет капитализм. Где? В Армении. Ну, нюансы там будут такие. На Украине был капитализм, остался капитализм. Был ориентирован на Россию, сейчас ориентирован на Америку. Тоже капитализм. В Киргизии была революция. Так прогрессивный на Украине капитализм? Дженерал Моторс будет там завод устроить? Он не прогрессивный, потому что они же там теперь в положении, так сказать, Южной Кореи. Южная Корея может разве пожаловаться на свой Самсунг? Они могут пожаловаться на то, что у них оккупированная страна. Они это прекрасно понимают. Поэтому они... Некоторые сегодня, как я погляжу, вполне рады обменять свою независимость на Самсунг. Некоторые рады, а я хочу сказать, что вот те, кто давно обменяли, уехали из Южной Кореи и стали капиталистами, помогают Северной Корее. Потому что Северная Корея, это Корея, а это оккупированная страна американцами. И они помогают, северокорейцы. Так что, ну, не все продается и покупается, как известно. Михаил Васильевич, дайте парочку советов напоследок, как вести разговор с людьми, которые вот все, что вы сейчас нам рассказываете, слышать не хотят, на дух не переносят. Особенно, если это молодые люди. И считают это все отжившими, устаревшими идеями. Если эти товарищи на дух не переносят, считают это отжившими и так далее. А их немало таких товарищей. Их немало, и они это отрицают. То, как говорил Гегель, отрицание – это первая форма принятия. Для того, чтобы что-то, так сказать, принять, нужно сначала это отвергнуть. Если я сейчас от вас буду отталкиваться, это значит, мне придется до вас дотронуться. Так что тут это совершенно нормальный, естественный путь. Пусть они подумают на эту тему. Они уже думают на эту тему. Если они отрицают... Мы должны все-таки соприкасаться с ними, для того, чтобы они отталкивались. Обязательно. Мы все время должны с ними соприкасаться. Я думаю, что вот они же пишут, они же спорят. И мы должны отвечать. Я, например, отвечаю на любые вещи. Я считаю это нормальным, если люди... И с блогерами пойдете, если надо поспорить. Если с кем надо, все мы поспорим. Ну, хорошо. Я думаю, мы должны спорить со всеми теми, кто хочет поспорить. Будем надеяться, что однажды увидим не только споры между единомышленниками, хотя они необходимы, чтобы однажды случилось не только размежевание, но и объединение. Но и с теми, кто очень далек от нас вообще во всех смыслах. Они что-то не жаждут с нами спорить. Им нечего сказать. Посмотрим. Может быть, для того, чтобы они начали нас отрицать, действительно, с ними необходимо сперва соприкоснуться. Ну, вот я, например, соприкасался с двумя коллегами, которые считаются левыми. Например, с бейцем, троцкистом бейцем, который говорит, что России нет. Есть только олигархи. Но если человек считает, что нет России, а его считают левым, вот те люди, молодежь, которая туда пришла, она пришла к человеку, который считает, что России нет. Нет. Но если, так сказать, люди так настроены, то, ясное дело, там нечего делать. Я приглашаю оттуда уходить. Или там гражданин Соркин, который говорит, что у нас либеральный глобализм, у нас сейчас нет уже империализма. Всю теорию-то раздалу и все выбросить. А у него ни одной книжки, ни одной статьи нет. Одна болтовня вот в сетях. Так что, ну, есть очень много людей пустых, и они сбивают людей с толку. Ну, поэтому в этих условиях... Я говорю не о тех, кто себя левым считает или называет, а о тех, кто вообще на другой стороне спектра находится, в другой вселенной живет, для которого вот все наши сегодняшние час или полтора, это вода, никому не нужна. Но я думаю, что мы, если бы, скажем, есть противоположная армия, мы что, должны ее агитировать? Нет. Мы должны агитировать, свою армию собирать. Нет. Ну, прежде всего, надо свою армию собирать. Ну, можете представить, сейчас бы Сталина, агитировать Гитлера за что-нибудь. Смешно было бы. Но я могу себе представить большевиков, которые шли и вырвали людей из объятий черносотинцев. А, так это они не к черносотинцев шли, а к людям, которые попали в эти объятия. А разве люди, составлявшие костяк Союза Русского Народа, не могли быть рабочими? Могли быть. А они и с рабочими работали. Вот о том и речь. Кстати говоря, если уж действительно ставить какую-то такую основательную точку, у вас нет ощущения? Хорошо, я понял. У нас беззубый, слабенький, ничтожный капитализм. Да. Даже не банковский. Да. Нет, не финансовый. У него свои реакционные фашистские контуры проступить не могут? Фашистские контуры могут проступить тогда, когда будет крупный финансовый капитал. А если нет крупного финансового капитала, а есть штурмовые отряды? А если нет крупного финансового капитала, а есть национальная буржуазия, которая готова проповедовать идеи солидаризма, сотрудничества классов на почве? Сбережение отечества, почвы, крови, расы? Я думаю, что ничего другого в буржуазии, поскольку интересы ее, противоположные интересы, не в узком смысле пролетариата, а интересы всех этих самых широким образом понятых людей, которые сами живут своим трудом, они ничего другого не могут делать, как обманывать людей. Поэтому если обман, то мы должны раскрывать. Да, но угроза фашизации такого общества. Угроза фашизация у нас идет извне, пока. Она изнутри не может пойти за отсутствием финансового капитала. Я вот и говорю, что капитала финансового нет, а власовщина есть. А власовщина есть, потому что идеология буржуазная и фашистская может развиваться без всякого финансового капитала. Но это что, не настоящий фашизм? Нет, фашизм это политика, а не идеология. Фашизм это политика. Где политика? А вот в Чили тогда было что? Там был фашизм самый настоящий. Там убивали людей. там был развитый финансовый капитализм американский капитализм там тоже был американский фашизм но и исполняли его чилийские оставим здесь многоточие для того чтобы аудитория наша могла с вами согласиться или не согласиться уверен что и тех и других будет достаточно вас я думаю вполне многочисленная деятельная армия сторонников все чаще мы встречаем но есть и противники с вами не согласен в этом очевидно диалектическая суть происходящего с нами и заключается огромное вам спасибо михао васильевич и будем надеяться что не в последний раз и продолжим этот важный разговор в каких-нибудь и вам спасибо большое надеюсь что вы искать будете иметь все больше успехи в пропаганде в постижении диалектической логики для начала до свидания спасибо а